У-у-у, как бы, да? А потом как это записать-то? А этот и на коне скотчет, там, и с драконом воюет, и вообще молодец со всех сторон. Да нифига, как бы, потому что, во-первых, у нее родственники есть, да, и она не захочется, она тоже вломит ему там. У человека это нарушение, а у обезьяны это норма жизни. Один из вариантов, это вот приход к такой повеянии системе фашистской, где есть фюрер, да, есть там, как бы, страты вот эти фаши, и они жестко закреплены. Ну, или кастовая система в Индии, да, ее же тоже не просто так запретили. Когда все-таки производительность труда повышается, можно его уже там бамбуковой полкой подогнать с легонца, и, глядишь, он там великую китайскую стену построит. Никогда не задумывались о том, почему льва называют царем зверей. А все потому, что лев один из самых, если бы не самый, социальных хищников. А в прайде вожак действительно настоящий царь, по воле которого и живет этот самый прайд. А есть ли у наших ближайших родственников, я имею в виду, приматов своя иерархия? Свои политические режимы, диктаторы и пролетариат? И если да, то возможно ли революция у шимпанзе или, например, орангутанов? Итак, сегодня наука будет не против, а за. За власть и социальное устройство у приматов и древних людей. О том, кто и как правят в животном царстве, расскажет, пожалуй, самый популярный популяризатор науки сегодня. Доцент кафедры антропологии МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук, великий и ужасный Станислав Дробышевский. Снова здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Не прошло, да, много времени с нашей последней встречи. Входишь в офис нашего канала, у нас висит большая, большими буквами цитата из Гейлеровского. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Вот давайте поговорим о тьме власти в самом низу. Вот понятие власть, оно распространяется только на людей или у приматов оно тоже есть? Ну, оно есть у кого угодно, у каких-нибудь там калавраток бывает, банально там пчелы, да, есть там вот матка, она не то, что прям командует, указания раздает, но вокруг нее все вьются. У муравьев то же самое, у собак есть вожак в стае. И чем сложнее нервная система, а у млекопитающих она сложная, а среди млекопитающих у приматов самое сложное, тем больше возможностей для вот этого социального расслоения. И у приматов бывает, что приятно, очень по-разному. Ну, то есть очень по-разному. Отряд приматов разнообразен, там сотни видов на самом деле, никто не знает сколько, потому что регулярно новые открывают. Вот недавно мышиного лемура очередного нашли. Но их там где-то раз в год примерно открывают, а то и чаще. И как бы есть куча вариантов. А уж тем более приматы еще эволюционировали, они менялись со временем. Ну и, конечно, что там было в прошлом, мы не всегда хорошо представляем, но есть способы как-то узнать. И мы видим, что это все эволюционировало и менялось. И человек в этом смысле уникален тем, что у него нет жестко предрасположенной какой-то стратегии, а есть возможности. У нас нет жестко закрепленных биологически, вот прописанных в геноме форм поведения, и мы можем научиться и быть какими-то эгалитарными, тоталитарными, пятыми-десятыми, с жесткой властью, с царской, с демократией, с властью рабоче-христианской, там еще что-нибудь такое. И в этом мы шикарны. Власть в нашем обществе основана, на мой взгляд, на двух факторах. На деньгах и на силе. А на чем она основана в животном царстве? То же самое на ресурсах. Ну, чаще всего, ну, если это млекопитающее, на физической силе. То есть кто самый здоровенный, тот и крутой. Ну, вот у горилл ярче всего это проявляется. Самый главный вожак – это сереброспинный самец. Ну, или там белоспинный, но сереброспинный круче звучит. Ну, вот у него сидеет спина, и вот он самый крутой. Он самый здоровый просто. Ну, если кто-то там покушается, он наваляет всем. Вот у павианов то же самое. Чем рыло больше, тем страшнее. А если он ослабевает, то его другие заедят. И практически судьба вожака, что его убьют гарантированно. Ну, горилл там особо не убивают, там у нас старости обычно помирает. Ну, вот у павианов убивают, у шимпанзе убивают захеревших вожаков. Но это часто и чаще. А у шимпанзе, они все-таки к нам-то близки, уже бывают варианты, когда статус задается своими какими-то качествами, морально-этическими, умственными, интеллектуальными и так далее. Самые яркие примеры – это когда была группа шимпанзе, и в ней вожаком был какой-то персонаж без руки. Ну, то есть он был инвалид, он попался в ловушку браконьеров, эту проволочную ему там оттяпало руку, и он был при этом умный, и он явно был инвалид, то есть он не был сильнее всех прочих с одной рукой, но он умно себя вел. И он какие-то интриги плел, он там руководил этой группой, чтобы не попадаться браконьером, чтобы успешно совершать набеги, банановую плантацию и так далее. И он рулил, и никто не покушался на его авторитет. Ну, а другой пример, который тоже мой любимый, везде всюду его привожу, с шимпанзе, который в какой-то момент обнаружил, что канистры из-под бензина, которые, значит, у исследователей были, они очень здорово гремят. И когда он это обнаружил, он стал бегать с этими канистрами, греметь, все другие ошалели, как бы впечатлились, и у него ранг сразу, ух, подрос. Но потом он ничего другого-то не придумывал, и у него ранг падал, 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 он снова хватал эти канистры, снова громыхал, снова ранг вскакивал. Но ничего нового он уже сочинить не способен был. То есть на этом его полномочия все. Карьера закончилась. Да. И когда все привыкли уже к этим канистрам, и уже забили на это дело, сказали, да ну его нафиг с этими канистрами. И тут его ранг обратно скатился, и все. Но, в принципе, на интеллекте это может быть построено. И не только у шимпанзе, на самом деле, у тех же южноамериканских обезьян. Ну, иногда бывают такие хитрые варианты, такие своеобразные. Например, у южноамериканских вот этих широконосых обезьян, какие-нибудь игрунки, часто вожаками являются самки. Потому что у них наследование цветности зрения идет через аллельную систему. Ну, у нас как бы есть разные гены, зеленый, красный, синий. А у них разные аллели зеленого и красного цвета. Ну, то есть ген 1, и, соответственно, это причем на половой хромосоме. И в итоге самцы все по определению дальтоники видят либо зеленый, либо красный. Ну, на одном иксе какой вот вариант попался, такое и есть. А на игреке нет этого гена вообще, как бы, да, и аллели, соответственно, нет. А самки, некоторые тоже дальтоники, у которых на двух хромосомах одинаковый вариант, а есть, которые с цветным зрением нормально различают зеленый и красный. И тогда они здорово видят еду, плоды сочные, спелые, там, какой-нибудь манго, и видят хищника какой-нибудь, там, от солота рыжего в этой листве. И, соответственно, они лучше ориентируются, находят еду, спасаются от хищников, и все за ними вынуждены послеживать. Ну, что вот эта самка делает, то и надо делать. И у них ранг вырастает сразу автоматически. Только вот потому, что у них повезло вот с такими генами родиться. Такое тоже может быть. Это даже не физическая сила. Вот, то есть, бывает очень неодинаково. Я вот спросил по поводу того, на чем строится власть, да, там, вы сказали, ресурсы и сила. А как насчет секса? Бывают ли среди приматов общества, где власть равно секс? Ну, как бы в обратную сторону. То есть, тот, кто главный. Ну, а главность, она, для чего есть, собственно, главная цель жизни любого примата, в общем-то, это размножение и умножение своих генокопий. То есть, кто оставил много генокопий, тот и молодец. Для этого, собственно, вся власть-то и захватывается так, по-хорошему. Ну, собственно, да. И в итоге у самца есть одно количество самок и, соответственно, больше детенышей. Но тоже бывает по-разному. Если это, например, гориллы, там гаремная система. Там один самец, у него куча этих самок, да, все самцы в группе, скорее всего, его дети будут. Вот. И вот они вырастают и отходят там, создают свои группы отдельные. Ну, могут там не обязательно, конечно, дети, но какие-то родственники, а он самый главный. Но у него гарем. Вот. У шимпанзе там уже не так. Там все-таки они с семьями живут, но самец имеет преимущественное, ну, типа там, право первой ночи, что-то в таком примерно ключе. И как бы он может всех других самцов там разогнать и как бы иметь больше потомства. Вот. А, например, гиббоны какие-нибудь, они семейные. Они живут парочками, причем у них семьи такие стабильные надолго, ну, там, чуть ли не на всю жизнь. И они занимают вот эту семью, там, папа, мама, детеныш, да, ну, у них, как у всех там приматов, один детеныш. Ну, в данный момент времени, по крайней мере. И они занимают территорию и с другими гиббонами практически не общаются. Общаются пением. Вот они там залезают поутру на самое высокое какое-нибудь там дерево и оттуда поют громким голосом. Вот насколько слышно, это моя территория. И поэтому они не агрессивные. У них маленькие мордочки, у них не сильно большие клыки. Ну, они довольно длинные, ну, такие тоненькие. Вот они не злые, на людей никогда не покушаются, не кусаются, ничего. Они игривые, очень веселые, жизнерадостные. И у человека вот скорее такая как бы версия, потому что люди, они, ну, похоже на шимпанзе в чем-то, но с меньшей агрессивностью. И у нас тоже и челюсти поменьше, и руки поменьше. Поголодиморфизм, то есть отличие самцов-самок, да, мужчин-женщин, тоже не такое уж у нас большое, как у тех же шимпанзе. Вот, ну, даже на шимпанзе это здорово видно. Есть обыкновенные шимпанзе, а есть карликовые бонобо. И вот у обыкновенных шимпанзе, там иерархия довольно жесткая. Там есть главный самец, он там всеми рулит, да, и самки, они такое более-менее подчиненное положение занимают. А у бонобо карликовых, у них структура гораздо более галитарная, такая более спокойная, и самки могут командовать. Ну, часто это даже превращается в тезис, что, дескать, у них там матриархат, у них прям самки рулят, но это не так. Они могут командовать, но не обязаны. Вот, это зависит опять же от каких-то уже личных способностей. Вот, кто как бы самый умный в группе на данный момент, тот и рулит. Вот, но самки могут, да. Вот, у Абгнэши-Панзе такое невозможно, в принципе, а у карликовых возможно. А есть, так сказать, общество, общины, я уж не знаю, как группы этих животных, каких-то приматов, где всегда женщины рулят, вот, вечный матриархат или нет? Ну, вот у игрунок, скорее так, которые, ну, вот за счет этого зрения, но там понятие рулит, оно как-то так расплывчато, потому что, ну, они игрунки, они размером с ладонь, и как бы, что значит рулят? Они как бы ведут за собой, да, то есть все за ними идут, потому что, ну, они приходят к еде. Вот, но они как бы не могут дать там указания, ты там иди туда, ты там делай то, ну, потому что у них нет таких задач. И там смысл руления, это в чем заключается? Ну, или какие-нибудь там лемуры, например, там тоже могут самки, в принципе, быть главными, да, но у них это заключается в том, что они охраняют территорию, и самки могут быть заводилами. То есть когда пришли там другие лемуры, соседи, какие-нибудь там катты, да, и вот надо их вытурить оттуда, с этой территории. И самки будут громче всех орать и больше всех там прыгать. Ну, в этом смысле они рулят, как бы, да, но это такое руление очень сомнительное. А вот среди птиц, я помню, в какой-то из ваших лекций, я только не помню, к сожалению, что это за птички, маленькие попугайчики, которые себе тыкают перья вот в хвост. В нервозвожники, да. Да, да, чтобы краше выглядеть. Вот в данном ситуации, они же это делают для того, что понравятся самки. Можно ли сказать, что самки, так сказать, управляют этим обществом? Они же выбирают, кто будет с ними, от кого будут дети и так далее, и так далее. А это вечный такой демагогический вопрос, что считать, собственно, главенством? Тот, кто пышнее всех там, да, и с большим хвостом, или кто на самом деле решение принимает? Вот как-то еще давным-давно я был в Египте, и там нам, там был очень такой классный этот эскурсовод, он на русском отлично говорил, вот он рассказывал, вот вы не думайте, что тут все такие мусульмане, и что тут такой патриархат жесткий. То есть, когда вот он идет, там этот египтянин знатный по улице, да, он идет там с пузом там большим, и как бы такой важный, а за ним идет жена в чедре, на голове мешок, да, там куча детей вокруг, и она вся такая скромненькая, там по сторонам не смотрит. Но говорит, вы дома у них, если окажетесь, да, вот увидите, кто там, она его и сковородкой будет гонять, там все это, он только никогда про это не расскажет, потому что, ну, это несерьезно как бы, да, он у него в пузо, но в реальности, кто решение принимает там по финансам, я не знаю, там и так далее, это еще бывает очень неодинаково. Ну вот, поэтому тут как бы, что считать рулением, опять же. И действительно, чаще всего у приматов решение о размножении принимает на самом деле самка, потому что она размножается на самом деле. Вот у них там изнасилование практически не бывает такого, чтобы там кто-то там брутальный пришел, да, и заставил там самку. Да нифига, как бы, потому что, во-первых, у нее родственники есть, да, и она ей не захочется, она тоже вломит ему там, только так. Ну вот, и самцы, они как бы, они могут между собой соревноваться, но они не с самками соревнуются, они за самок соревнуются, а выбирает-то все равно самка. Давайте поговорим немножко о социальном устройстве групп. Я вот прочитал про мадагаскарскую руконожку Ай-Ай, которая бедная несчастная, живет одна. Бывают еще, кроме руконожки Ай-Ай, еще бывает кто-нибудь, кто живет один, и как они вообще существуют? Собственно, я думал, что приматы социальные животные. Ну, приматы настолько разнообразны, что да, бывают, естественно. Как же они живут? Есть такой бамбуковый лемур, там же, собственно, на Мадагаскаре, но у них это обусловлено просто тяжестью жизни. Бамбуковые лемуры, да, на каком-то там озере Аллоотра, они живут в камышовых зарослях, над водой, это единственный болотный вид примата, который живет вот на траве, над водой в болоте, и питается вот каким-то там бамбуком и чем-то еще таким, камышом этим, ну вот, причем сжирает там в день, там, сколько сам весит, что-то такое, ну, как все вот такие, не сильно калорийные с едой, да, животные, и там как бы большой толпой не протусуешься, поэтому они, да, живут в одиночестве. Но это исключение. Вот, собственно, их два таких и есть, бамбуковые лемуры, руконожка, я других так и не вспомню. Ну, еще, как вариант, эти орангутаны, на самом деле, современные, но у них это уже человечеством задано, то есть современные орангутаны, как правило, ведут действительно одиночный образ жизни, не потому что они так хотят, а потому что люди все вокруг повырубили, самих обезьян разогнали, и просто им еды не хватает, чтобы тусоваться большой компанией. А если их заселяют в какой-нибудь там заповедник, они тут же собираются большой группой, они богато общаются и обмениваются информацией, все как надо у них. Мы сейчас говорили по поводу одиночек, руконожек и лемуров, а теперь наоборот, есть ли приматы, которые живут в самом большом сообществе? Обычно же, мы представляемся, мы и есть, но ведь мы же тоже призваны к 30 человек нашего. Это же ваш любимый пример по поводу того, что школьный класс 30 человек специально сделан, потому что иначе будет хаос. Ну, причем те, кто это создавали, они так не рассчитывали по вианам каким-то, но по факту получилось так. Ну, это чисто практическая вещь была. Территория, на которой обитает тот или иной вид, она влияет на то, как будет управляться та или иная группа. Да, и более того, это четко проявляется, это и на людях прекрасно видно, и на тех же там маках, как на шимпанзе. То есть, чем больше ресурсов, тем более они тут же социальные становятся, они могут собрать большой толпой, собраться, решать как-то там проблемы, учиться друг у друга, и у них сразу все двигается. И чем лучше они, чем жестче они привязаны к какой-то местности, тем лучше это развивается, опять же. На японских макаках это здорово показано. Японские макаки, они в Японии живут рядом с термальными источниками, ну, там тепло. Ну, и вся Япония заселена японцами, там же японские острова, их на карте не видно, а живет, как у нас в стране, вообще там 150 миллионов. И места для макак там особо-то нету, не разбежишься далеко. Поэтому они вот сидят рядом с этими источниками, и у них развиваются иногда довольно хитрые какие-то общества с иерархией, там чуть ли не царской властью, передаваемой по наследству. Это когда вот они привязаны к какой-то местности конкретной, вот где есть стабильность. Это патриотизм? Патриотизм в чистом виде, да. У них это называется патрилокальность, но как бы суть-то патриотизм. Можно ли сказать, ну, например, что вот те же руконожки или лемуры, это анархисты, потому что они живут отдельно, у них нет никакой власти. А есть ли, например, коммунисты, вот где все друг другу помогают, каждому по требностям, от каждого по возможностям, вот это вот. Это наши предки от странопитеки, или какие-нибудь ранние хомо хабилисы. Вот это вот в чистом виде коммунизм. Так и есть. То есть, полоидиморфизм там слабый достаточно, все, в общем, более-менее равны, каждый по возможностям, да, что-то делает и получает соответственно в ту же сторону, с той же силой, в то же место. Так что вот наши предки, они максимально к этому приближены. И некоторые современные общества человеческие такие есть. Ну, мои любимые, Хадзе, например, у них вообще там понятия вождества нету, да, то есть нету вождя, там, жреца, что-нибудь такое, потому что ну, все как бы равны. Ну, есть просто там старшие, моложе, кто-то более опытный, кто-то менее опытный, но это не значит, что этот кто-то как главный там и командует, а этот не главный. Если там кому-то что-то не нравится, он встал, ушел, там в другое место. Вот в Индии такие племена до недавнего времени были. Ну, сейчас не уверен, честно говоря, но недавно еще были. Другая крайность, это, соответственно, тирания. Вот мы уже поняли, что среди обезьян бывают самые сильные, которые, да? А бывают ли монархи, когда передается власть отца к сыну или к родственнику каким-то по родственным связям? Вот некоторые макаки в Юго-Восточной Азии там, похоже, и есть. Но там другое дело, это не запрограммировано как-то жестко, да? Просто если есть семья доминирующих там самца-самки, у них есть детеныши, поскольку они доминирующие, они у всех трясут еду, и детеныши просто будут здоровее. Ну, они лучше питаются с детства, и они меньше болеют, соответственно, за ними больше ухаживают, им там другие подношения приносят. И поэтому, когда они вырастают, у них больше шансов захватить власть, ну, как бы сменить своих родителей, да? Это не то, что они вот наследственно, там у них, я не знаю, знак качества, там голубая кровь, а потому что они просто здоровее. И на автомате получается, что наверняка они же и будут в следующем поколении доминировать. Вот, но фактически так вот и получается. Ну, у человека-то по большому счету то же самое. То есть, если есть какой-нибудь там принц, да, он же может там не просто личные качества у него, а просто его там с детства учили больше. Ну, там, все крестьяне там, сено ворошили, да, вилами, а этот там книжки уже читал. Вот, он там, не забыл, там, никакие горшки лепил, да, а там воинское искусство оттачивал, там, мечом махал. И теперь навалять может каждому. Ну, вот, этот может горшки лепить, ну, там, ну, как бы, а что делать не знает. А этот и на коне скочит, там, и с драконом воюет, и вообще, молодец со всех сторон. Понятно, что он будет царем. Ну, а как насчет демократии? Вот, есть ли хотя бы жалкое подобие, будем так говорить, коллегиального решения каких-то задач? Ну, у каких-нибудь мартышкообразных что-то подобное есть. Когда группа сидит, да, и у них есть какие-то свои интересы, куда пойти. И, в принципе, есть такая статистика, что когда большая часть хочет туда-то, то, в принципе, скорее всего, туда они и пойдут. И отставшие, ну, они вот попытаются куда-то идти, но куда большинство пошло, в итоге повернут, потому что в одиночестве его съест леопард. А в тусовке он как бы нормальный. Вот, но, поскольку видов много, там бывает по-разному. Бывает, где вот все-таки командир может перевесить мнение большинства, и все хотят туда, вот, и зафиксировано даже, что иногда он ведет специально в неблагоприятное место. То есть, когда есть вот какая-то территория, там все сожрали, да, есть выбор, пойти вот сюда, где есть больше ресурсов, и туда, где меньше ресурсов. И вожак часто ведет туда, где меньше ресурсов, и делает это достаточно сознательно, он знает, где больше. Потому что, если все будут заморочены на поиск ресурсов, никто не будет претендовать на его власть. Ему выгодно, чтобы все немножко, как бы, замороченные были, такие вот приглушенные. Ну, это как эти осирийцы, инки тоже самое делали, да, когда там захватывали новую территорию, и вот этих ребят мы переселим вот на ту гору. Ну вот, или там какой-нибудь вавилонский плен, там что-нибудь такое, да, и пока они там будут обустраиваться, там, камни с огорода убирать, да, там, картошку сажать, они точно не восстанут, как бы, и они вот на мою царскую власть не покупатся сто процентов. А когда они там обустроятся и все построят, мы их вот на ту гору поселим. Ну вот, у нас еще этих гор там в запасе много в империи. Поэтому у павианов вот примерно то же самое. Вот, но если это какие-то достаточно эгалитарные, там, мангобеи, допустим, у них может и общество решить, там какого-то вождя может и не быть. А, понимаете, протест, оно возможно? Ну, то есть вот... Восстание, там, сговоры... Вот, вот, вот он привел их не туда, да, они видят, что там вот где-то далеко, может, оно и лучше, да, а тут... И как они еще, соберутся, договорятся, его кирдык по башке... Да, молодые самцы собираются, и самки их еще подзуживают, давай, давай, типа там подбадривают, подпихивают, там, вот, того. Ну вот, и они могут этому вломить самцу, но если они достаточно сильные окажутся все вместе, иногда они прямо вот такие консорциумы как бы составляют и свергают, да, вот этого ненавистного тирана. Ну, все как у людей, на самом деле. А как насчет агитации? Я вот сегодня с утра на антропогенезе читал замечательную статью по поводу того, что макаки могут говорить, но не хотят этого делать, потому что они хотят работать. Вот, есть ли какое-то понятие ну вот связи речи, я понимаю, что у животных нет речи, но какого-то воспроизведения звуков. Ну, у тех же этих мартышек-то есть там слова. Вот, какая функция играет в их иерархия, в их власти речь? Они могут кого-то уговорить или своими криками там поднять на что-нибудь. Это вообще важно для них? Вот тут как раз такой момент, что по факту они это делают, информацию они передают, да, и как-то вот они там договариваются, создают вот эти союзы, там противостояния какие-то, там хитросплетения, интриги плетут. Вот, но как, по какому каналу они передают информацию, нам не всегда очевидно. Потому что они это делают в значительной степени не звуками, как мы привыкли, да, речью. И мы сразу, что первое в голову приходит, это вот звуком передайте информацию. Ну, то есть это делаю. Но они это делают мимикой. Вот они гораздо лучшие физиогномисты. Они вот воспринимают движение, выражение лица там и так далее. Ну, кстати, современные люди, допустим, с нарушением зоны верники какой-нибудь, которые не понимают сказанное, да, то есть у них с интеллектом все в порядке, сами не сказать могут, но ничего не могут разобрать, что им говорят. Ну, бывает такое вот нарушение там в мозгу. Это как дислексия, когда читать не мог. Да, и они оказываются лучшими физиогномистами. Они как раз по лицу идеально понимают, человек соврал или не соврал. То есть они детекторы лжи идеальные. Они не понимают, что сказано, но точно могут сказать, что это соврано. И говорят, что такие люди с такими нарушениями практически невозможно смотреть телевизор. Ну, это либо бред какой-то, либо очень смешно, потому что там 100% все врут. Потому что если это актеры, ну, они точно врут, да, если это какие-нибудь политики, то точно врут там ведущие, все тоже врут, ну, то есть все, короче, врут. Ну, вот. И это, ну, тут зависит уже от настроя самого смотрящего, да, если он там немножко такой ехидный, то он будет угорать над этим, да, а если он там грустный, он как бы покроется пятнами и уползет в сторонку. Но тут вот у человека это нарушение, а у обезьян это норма жизни. И они это по факту делают. Как? Мы не очень понимаем. То есть вжиться в роль шимпанзе, ну, трудно на самом деле. Особенно в роль шимпанзе-агитатора, да. Как насчет взаимодействия с другими видами? Ну, вот понятно, что там какие-то кланы обезьян могут договориться, там, захватить территорию, а могут ли они договориться с другими представителями других видов и создать союз или наоборот враждовать? Ну, не часто, но бывает. Ну, допустим, мартышкообразные обезьяны, причем и в Африке, там, и павианы, и мартышки, и в Азии какие-нибудь там макаки, и мангетти, господи, накотелы, они, допустим, общаются довольно плотно со свиньей. То есть со свиньями, и там в Азии с оленями. Когда обезьяны по деревьям лазят и трясут вниз какие-нибудь там ягоды, орехи, вот эти свинюшки и олени там все это подъедают, или там листья просто они там роняют. А олени, они лучше хищников чуют. У них там с обонянием в порядке все, и со слухом. И, соответственно, если вдруг эти все кабаны там куда-то побежали, то тоже пора сваливать уже. Ну, вот, это вот как бы, да, кооперация. В Южной Америке обезьяны прекрасно кооперируются с попугаями, например, с носухами, енотами этими древесными, там еще с кем-то. Ну, там куча всякого зверя вот этого древесного, которые между собой как бы вроде не особо конкуренты, но они немножко все-таки разные едят, но одни хорошо там носухи нюхают, да, попугаи слышат, обезьяны соображают, и когда какой-нибудь очередной там ацилот или какой-нибудь там анцилл или ягуар еще хуже полезет из кустов, то кто-нибудь его да засечет. И вот раз там все какие-нибудь агути поскакали, да, значит, тоже надо убегать. На шухере стоит. Да, и это не только, кстати, у приматов бывает. Приматы просто они здорово это считывают с других животных, и они сами соображают, и другие животные за ними тоже последствуют. Давайте еще коснемся, так сказать, власти судебной. Есть ли понятие наказания и... Вот накосячил какой-нибудь там макака или шимпанзе или гиббон, и вот как-то его судят и наказывают за это? Или это исключительно человеческое? Ну вот такого прям совсем наказания особо нет. Там как бы есть порицание, да, когда все вот смотрят, вот этот гад как бы, ну его нафиг. Но так, чтобы прям вот жестко наказать, детей своих, да. Ну вот, а чужих можно отхватить как бы от родителей этого чужого ребенка. Ну, если это не доминантный совет, с которым уже никто там не ответит. Ну вот, но как бы не очень. Вот самый яркий пример на эту тему, которую я знаю, это когда была группа шимпанзе, и там две самки, мать и дочь, жрали детенышей других самок своей же группы. То есть они такие злобные каннибалки были. И как-то одна самка застукала их за тем, что они жрали ее детеныша. И она пошла нажаловалась самцам. Кстати, вот как раз вариант, когда она им как-то передала эту информацию. Они с ней пришли на место преступления и как бы погрозили пальчиком вот этим каннибалкам. Но они как бы вот пожурили, сказали, типа, ну что творите, фигня какая-то, да. Но не прогнали, не убили, ничего с ними не сделали. И в итоге так, сожрали всех детенышей в своей группе, и вся группа кончилась на этом месте. И туда пришли другие шимпанзе, эту территорию захватили. Ну вот. Так что это вот как раз пример, когда отсутствие общественного порицания и судебной системы, и милиции, да, такой хорошей, жесткой как бы разгона там всяких этих нехороших, привело к вымиранию группы. То есть порядок нужен такие. Ну, конечно, нужен. А у наших с вами предки в далеких, я не знаю, там, вот когда, как вы говорите, примерно 50 тысяч лет назад, у нас была такая же социальная структура, как у мартышек? Или у нас все как-то как-то... Лет назад это уже сапиенсы, сапиенсы. Уже прям вовсю. Да, там уже какое-то понятие законов было, но вот тут мы по палеоантропологии, там, какой-то археологии не особо что поймем, а по этнографии очень даже. У нас же есть там австралийские аборигены, индейцы, бушмены, там, 5-е, 10-е, да, и у них есть понятие, естественно, там, хорошо-плохо, да, там, какие-то моральные устои, ну, вот, есть запреты жесткие, ну, там, допустим, на браке родственников, да, ну, потому что у них родственниками могут считаться не обязательно, там, кровные родственники, а там какие-то инфраториальные системы, там, кланы и все такое. Вот, но всегда есть нарушители неизбежно, их порицают, их могут прогнать. У них не бывает какого-то жесткого распорядка, что вот либо так, либо сяк. То есть оно как бы вроде бы и есть, да, то есть все знают, что вот так точно нельзя, табу. Но если нарушил, ну, как бы, ну, нарушил. Вот, и его могут за это не убить. А вот если это уже ранние земледельцы, там уже бывает очень жестко, что если нарушил, он все, колдун, он ставит под угрозу все общество. Ну, там, духов скорбил, да, какими-то там неправильными действиями. Его за этот порядок полагается прибить и всю его семью вырезать, и поле там затоптать, сжечь, а коров разворовать. И желательно тоже убить, и собачку любимую тоже убить. Вот, у земледельцев так. Ну, у земледельцев потому что есть уже понятие общины. А у охотников-собирателей там особо может не быть понятие общины. И там каждый за себя отвечает. То есть если он нарушил установление духов, да, и там, установление предков, это на него как бы скажется, он сам дурак. Мне-то может от этого только лучше, да, он сдохнет, как бы мне больше бобров достанется. Ну вот, и поэтому никто особо и не переживает, что он там что-то нарушил. Это его касается, это его личные дела. А вот когда это ранние земледельцы, там вот самое жесткое начинается. И там начинается Тора, да, такой свод законов, это не делай, это не делай, там свинину не ешь, это ешь, это там по субботам, это не по субботам. Ну вот, ну и там всякие другие такие варианты. И вот там уже такой жесткий-жесткий. Ну там какой-нибудь закон о хамурапе, да, там что не сделал, все сразу там. Сразу кирбит, да. Секир башка, да. Ну зато остаются, это же тоже какая-то часть эволюции, эволюционного отбора, остаются самые, так сказать, присмыкающиеся в этом смысле. Да. Вот я как раз об этом хотел спросить. Правильно ли я понимаю, наверное, неправильно, но мне так кажется, что получается, что вся вот эта вот история с властью, она направлена на то, чтобы отобрать тех, кто может работать в коллективе и подчиняться. Да, так и есть. Другое дело, что здесь, возможно, крайности. И один из вариантов, это вот приход к такой павианией системе фашистской, где есть фюрер, есть там как бы страты, вот эти фаши, и они жестко закреплены. Ну, или кастовая система в Индии, да, ее же тоже не просто так запретили. Ну, и последний вопрос в этой теме, можно ли говорить о рабовладении в животном мире? Есть ли, не знаю, у приматов, ну, или вообще у них рабы? Или это только человек? Ну, и муравьев, муравьев есть, да. Ну, тля ведь, скорее скоты, скоты, скорее скот, они и доят там, и заботятся как-то, а вот так вот заставить. Я не про тлей говорю. У них есть рабовладение, когда муравьи-рабовладельцы захватывают личинок в чужом муравейнике, иногда даже в другом виде муравьев, их как бы выращивают до муравьев, и те маленькие, там, рабочие, и все делают. Ну, там, в разных версиях это бывает, но это как бы муравьи. А у приматов нет, потому что у них нету, ну, какой-то задачи для этого. Даже у ранних земледельцев, как правило, там, рабовладение, это было такое себе. Ну, причем это независимо, там, в Америке, в Центральной, в Южной, да, в Китае, на Ближнем Востоке, где-нибудь в Месопотамии. Там же ранние варианты рабовладения, это рабы, которых надо принести в жертву. Потому что, ну, допустим, там, два шумерских каких-нибудь, там, этих номовых государств, да, одно другое там завоевало. Но они как бы много не утащат, потому что, ну, на себе там, лошадей еще нет, да, телег нет. На себе они много не унесут. Ну, если это там 60 километров, они за время пока будут идти, все съедят. Вот, поэтому далеко они продвинуться не могут. Захватят. Ну, раб тоже ест. И он сколько произведет, столько и съест. Смысл, как бы, да. Вот, поэтому единственная, как бы, от него польза принести его в жертву какому-нибудь там чудесному богу очередному. Вот, и это, вот, я говорю, и в Китае тоже самое было в ранних, самых таких этих неолитических обществах. И на Ближнем Востоке, и в Америке. Вот там, на какой-нибудь пирамиде солнца, да, там, сердце вырвать, и солнышко взойдет. Гарантия сто пудов. Каждый раз получается, что характерно, солнце всходит. Ну, вот. Но, когда все-таки производительность труда повышается, можно его уже там бамбуковой палкой подогнать слегонца, и, глядишь, он там великую китайскую стену построит еще. Вот, и тогда уже можно юзать. Ну, и то, во все самые рабовладельческие времена часто все-таки свободные люди больше выход давали. Вот, ну, сейчас вот там много исследований, что пирамиды в основном все-таки не рабы такие, видимо, строили, да, а вполне себе, как бы, свободные люди. За деньги-то приятнее, да. Ну, какой-нибудь там стоунхедж, там. Ну, рабы не потащат этот булыжник. А с энтузиазмом очень даже. Это же Хердал проверял на практике, когда с этими статуями на острове Пасхи. Ну, вот. Он оказалось, что если их хорошо мотивировать, там, накормить и, там, песню спеть, да, они тащат этот булыжник голыми руками вообще без проблем. Ну, там, веревками какими-то тянут, приплясывая с песнями, плясками, как бы, через весь этот рапану и без проблем. Вот. А если из-под палки, там, толпа соберется, ну, там, э-э, там ничего не получается. У Достоевского тоже самое есть, где это, про каторгу-то он расписывает, что когда им там дали задачу какую-то барку там разбирать, ну, вот, и они что-то там криво-косо, там, молотки у них ломались, топоры разваливались, да, ничего не получалось. А когда, там, начальник сказал, там, работаем за часы, по-моему, или я уж не помню, как-то там, короче, какую-то точную цель поставил, типа, два часа разбираем и идем домой. А моментально все разобрали, как бы, эту барку, она исчезла. Мотивация! Вот она. Ну, и последний вопрос. Вот человеческое властное взаимоотношение Иракии, она эволюционировала, да, от самого, там, так сказать, рода племенного до, вот там, я не знаю, демократии в Соединенных Штатах Америки или в Новой Зеландии. А может ли эволюционировать система иерархическая, властная у приматов? Или она, вот как она была, так она и останется до конца? Ну, естественно, эволюционирует, потому что, если взять приматов в виде какого-нибудь Пурготориуса, я сменяю, что у них там социальность вообще хоть какая-то большая была. Вот, и судя по тому, что приматы дошли до разных вариантов, ну, значит, эволюция была, по факту. И если посмотреть на наших предков, в какой-то момент они были гораздо более авторитарными, да, кулаки там у них были больше, вот перелом для нас совершился с переходом на Землю. Когда в условиях саванны, когда ситуация поменялась, вот эта сплоченность коллектива оказалась более важной. Причем павианы те же проблемы решили диаметрально противоположным способом. Они стали гораздо более злобными. Вот, а мы стали гораздо более добрыми. Вот, ну, это всегда. В одних и тех же условиях можно по-разному приспособиться. Те же шимпанзе, да, карликовые обыкновенные принципиально живут в одних и тех же лесах. Но одни злобные, другие добрые, да, и те же там лемуры на Мадагаскаре, тоже там в одном лесу могут быть и такие, и сякие. Вот, можно по-разному приспосабливаться. И современные люди тоже не одинаково делают. Вот, и это зависит от многих факторов, там, от питания, размеров тела, там, пятое-десятое, наличие там конкурентов, хищников, там, куча-куча всяких факторов. И это менялось. И у человека это тоже менялось, и не в одну сторону. Причем у нас же тоже были моменты, когда там челюсти честок увеличивались, а потом честок все-таки обратно уменьшались. И в целом тренд на уменьшение, но были моменты, когда иное лечение тоже шло. Там какие-нибудь эти пятикантропы ранние, да, у них гипермассивность, у них огромное брови наросло, там, челюсти здоровые, там, ну, они, как бы, клыки-то маленькие, а челюсти-то здоровые, там, затылок огромный. Это мозгов меньше. Не, мозги у них как раз подросли, но, видимо, там сработало такое, что на ранних стадиях клыки уменьшились, челюсти уменьшились, и возможности для демонстрации своего вот этого богатого внутреннего мира и выстраивания вот этой иерархии, как бы стали не особо важны и снизились. А потом они обрели орудие труда, и у них в руках оказались камни. И когда у человека есть камень в руке, он уже гораздо более эффективный, и нужны новые способы выстраивания вот этого взаимопонимания. А предыдущие способы исчезли, речь еще не сформировалась нормально, она только там зарождалась, и договориться нормально не получается. Ну, тут же надброви выросла, а потом речь развилась, надброви обратно уехала. Не было такого, что мы все время добрели. Мы вот так вот. И были разные варианты, у одних так, у других сяк. Вот неандертальцы все-таки, такое есть подозрение, были агрессивнее нас. Тренд-то на добро у нас сохранился. Да, да. А у нас тренд на добро, и если посмотреть на историю последнюю, ну, сколько там тысяч лет, где у нас история уже такая нормальная, письменная, там, пять тысяч лет, скажем, то получается, что в целом мы все-таки все добрее становимся. Ну, опять же, там есть какие-нибудь мировые войны, но если посмотреть какое-нибудь там боксерское восстание в Китае, там столько положили народу, что там две мировые войны, это вообще ни о чем абсолютно. Бамбуковыми палками, без всяких проблем. Но главное, тренд на добро. А в целом тренд. Всплески-то бывают, и доброты, и недоброты, да, в разные стороны. Но в целом мы добреем. Это хорошо. Нам надо не терять, потому что гарантии-то никакой нет. Это не то, что раз такой тренд, то все, у нас счастье, светлое будущее. Оно, само собой, не образуется никак. Над этим надо работать. И причем, если до этого оно получалось как-то само собой, и нам просто по большому счету везло, в каком-то смысле, да, ну, вот просто все другие помирали. А теперь, теоретически, мы должны это в свои руки взять. Все зависит от нас. Добреем, друзья, добреем. Не только у кошачьих есть свой царь. У приматов тоже. Правда, мифологический. Сунь-Укун. Это бессмертный демон, который получил исключительную силу и восстал против небес. Вот он, обезьяний монарх, один из важнейших героев древнекитайских вильфов. Он чем-то напоминает героя скандинавской мифологии, знаменитого Локи, лжеца и обманщика, который был изгнан с небес в земную тюрьму. Но, в отличие от своего западного коллеги, Сунь-Укун раскаялся. Впоследствии стал буддистским монахом, но, в общем, перешел на светлую сторону, как Дарт Вейдер в конце знаменитого фильма. У нас бы сказали, наконец, человеком стал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова